салют подписчикам канала атмосем и случайным зрителям этого видео смотрите у меня пока x3 в нем установлен комбинированный лоток и тем не менее работает одновременно 2 sim карты и карта памяти то есть я сделал так называемый бутерброд и симки и карты памяти причем это бутерброд без клея который на мой взгляд проще в изготовлении мы в любой момент можем воспользоваться и карты памяти и сим карты отдельно в этом видео я расскажу как сделать вот этот бутерброд но в принципе наверняка вы уже знаете как это делать тема это не новая роликов полно поэтому я больше хочу сделать уклон на то как не стоит это делать на что нужно обратить внимание при изготовлении вообще насколько нужна вся вот эта заморочка насколько такая конструкция хорошо работает именно в пока x3 что делать если угробишь сим карту и где купить дешевые карты памяти вот это на мой взгляд самые важные вопросы на которые нужен четкой ответ чтобы понять делать вот эту конструкцию из симки и флешки или нет и начать я хочу с того что вам нужно четко определиться зачем вам это надо например у меня в телефоне 128 гигабайт памяти который в принципе большинство пользователей достаточно но я дополнил встроенную память флешкой на 128 гигабайт и тем не менее вот эти вот типы памяти они значительно отличаются по скорости чтения и записи флешка медленнее чем встроенная память и на мой взгляд она идеально подойдет именно для хранения файлов которым не нужен каждодневный доступ в моем случае это бэкапы целые прошивки чтоб случае чего оперативно восстановить смартфон модули для магийской короче вся вот эта техническая фигня плюс мультимедиа для использования в офлайн можно хранить отдельную библиотеку музыки библиотеку электронных книг папку с фильмами и сериалами ну и различные образы игр если играете в какие-то из эмуляторов в итоге у нас получается память разграничена по аналогии с компьютером основной диск c и второй диск d для хранения это именно мой сценарий работы ребят для которого я изготовил вот этот бутерброд также один из популярных вариантов это использование карты для хранения фотографии видео с камеры смартфона такой вариант будет актуален для тех у кого в телефоне мало встроенной памяти я надеюсь вы определились для чего вам это надо и надо ли вообще теперь друзья обратите внимание как вынимается этот бутерброд из смартфона вот он берем скрепку лоток открылся и с небольшим трудом но вот все вытаскивается и обратите внимание вот она сим-карта с картой памяти одновременно получается так называемый бутерброд теперь друзья я хочу рассказать о том как правильно делать вот эту конструкцию и об ошибках которые я допустил при изготовлении первого бутерброда нам понадобится наждачная бумага нулевка ну или вот такого плана пилка для ногтей я использовал ее нам нужно аккуратно сточить сим-карту и карту памяти чтобы одновременно сложив их друг с другом мы могли пропихнуть их в лоток а я рекомендую начать вам именно с сим-карты а потом уже подгонять под сточенную симку карту памяти сим-карту нужно сточить вот так чтобы полностью видеть чип стачивайте все аккуратно постоянно смотрите насколько стачили чтобы не сточить в итоге сам вот этот чип после того как симка у вас станет похожа вот на эту сим-карту то начинаем стачивать саму карточку памяти и вот тут ребят я как раз переборщил и запорол одну карту на сто двадцать восемь гигабайт в чем прикол когда мы стачиваем карту памяти нам нужно постоянно проверять закрывается ли лоток с бутербродом то есть ставим карточку сначала устанавливаем симку сточенную поверх нее сточенную карту памяти ну и потихоньку пробуем все это дело в лоток запихнуть если при закрытии лотка вот в этом вот моменте вы чувствуете что приходится применять силу ни в коем случае друзья не закрывать лоток до конца когда я немного сточил флешку я закрыл лоток с бутербродом и целый час потом выковыривал лоток из телефона можно вообще его отсюда не достать придется нести телефон сервисный центр но видимо чтобы вот такой вот ерунды у меня не повторилось я в первый раз переусердствовал и слишком сильно сточил карту памяти на ней сверху выступили контакты и карточка вот это перестала вообще как-либо отображаться во всех устройствах в итоге я хотел на алиэкспресс заказать новую карточку на 128 гигов благо они там стоят недорого но единственное что напрягает это ожидание доставки я ссылки оставлю на проверенного продавца карт памяти сейчас у нас стартовала распродажа на алиэкспресс карточки большого объема можно выхватить вообще за бесценок также я взял вот такой вот силиконовый чехол для poco x3 у него внутри тканевая подложка чтобы крышка не царапалась и полная защита блока камер на ощупь напоминает soft touch очень приятный мягкий силикон я ссылку оставлю также в описании у продавца есть такие чехлы для разных телефонов разных цветов в итоге друзья взяв вторую вот эту карточку я более аккуратно стачил ее постоянно поглядывая не начали выступать контакты также я читал отзывы других людей кто делал бутерброд они рекомендуют не стачивать вот этот вот бортик с краю якобы из-за него первая моя флешка накрылась не знаю так ли это но дело в том что если вообще не стачивать бортик то карточка в телефон именно в poco x3 у меня не влезает я где-то все-таки наполовину его стачил в итоге друзья вот он бутерброд ставим все это дело в телефон и как видим лоток закрывается с небольшим усилием и также открывается тоже с небольшим усилием но дело в том что все это можно достать а самое главное друзья что используя вот этот вот способ без клея мы всегда можем отдельно воспользоваться симкой или картой памяти да они тоньше чем должны быть но конструкция их не нарушена в любом устройстве они работают по отдельности насчет карты памяти друзья можете несколько карточек взять сейчас на распродаже чтобы одна была запасная если же запорите симку то просто идете в ближайший салон связи вашего оператора и говорите что необходимо восстановить сим-карту потеряли утопили сломали можно не пояснять за 100 рублей вам в течение 10 минут дадут новую симку с вашим старым номером и тарифом то есть это будет клон вашей предыдущей симки которую вы сломали что касается работы всей этой конструкции в телефоне пока x3 нареканий у меня нет никаких мобильная связь работает так же как и работала сигнал не отваливается карта памяти тоже работает так как и должна работать ошибок никаких не выскакивает при подключении к компьютеру теперь видно два типа памяти то есть флешку и память телефона на флешку как раз можно скидывать что-то напрямую с компа для тех кто хочет купить пока x3 хочу сказать что сим-карта и карта памяти сточные они установлены в первый лоток то есть это первая сим-карта и ее как раз придется стачивать в целом друзья это полезная прокачка смартфона в изготовлении конструкции это несложное но требует внимания по времени вся эта процедура занимает максимум полчаса делать эту байду или нет решайте сами я в описании оставлю ссылки на лучшие новинки смартфонов все уме которые актуально покупать именно сейчас в период распродажи также на различные ништяки для смартфона вот такой клевый чехол и магнитная зарядка которая подойдет для любого телефона подписывайтесь на канал если хотите но на сегодня у меня для вас все всего доброго вам и до скорых встреч